здравствуйте это канал максимации и вчера я наткнулся на очень интересное приложение симулятор windows на android на вот такие вот смартфоны всякие практически как будто ставишь на компьютер как будто там компьютер у тебя винда стоит я скачала несколько симуляторов и сегодня мы посмотрим каждый из них и наверное от лучшего к худшему все-таки пойдем чтобы вам чтобы вас сильно отвратительными эмуляторами не томить симуляторами и самая лучшая на маму на мой взгляд версия это вин 7 симу то есть windows 7 симулятор сделан визин визнала из есть реклама вы можете менять темы цвета всякое там такое есть даме или думе windows инсталлятор и языки даже русский есть испытайте windows 7 прямо на вашем android устройстве есть картинки и возможности всякие вот показывают отзывы довольно таки неплохие 41 есть немало довольно отзывов на одну звезду но в основном тут отзывы положительные вполне ну что ж давайте откроем его и посмотрим короче лежат все симуляторы здесь и давайте каждый очереди разберем но давай перед тем открыть его давайте отключим интернет чтобы нам не мешалась реклама в этом приложении есть реклама но к счастью его можно запустить без вот сейчас вы видели вот этот черный экран то загрузка можно ничего не трогать и просто ждать загрузка очень быстренько но если щелкнуть по экрану пока этот черный экран идет у нас открывается так называемый bios открыт написана система но у нас эмулятор здесь пишется samsung почему-то точное время наше новосибирское и тут пару настроек то это то как будет выглядеть запуск системы с какой системы но это потом разберем думе инсталлятор короче инсталлятор это короче при запуске будет предлагать установить windows там якобы якобы установка windows идет она такая виртуальная чисто абсолютно она не нужна я ее выключил но instant boot это сразу же быстрая загрузка без какого-либо загрузочного экрана минус тоже убрал потому что нам хочется посмотреть прелести ну и надо нажать выйти с сохраненными загрузками каждый раз нажимая на эту кнопку будет показываться видео реклама хорошо хоть с возможностью пропуска поскольку я выключил интернет сейчас у нас еще не показывается вот опять эта загрузка идет и чтобы ощутить все прелести давайте на полный экран включим чтобы патч чтобы более так сказать погрузиться в windows так и вот мы видим экранчик такой можно сменить пользователя типа вводим пароль но там вообще ничего не обязательно и мы слышим тот самый звук который нам всем известен мелодия запуска которая уже меня погружается в этот windows 7 мы реально видим многое чего тут похожего и так первоначально иконки 2 это корзина будет и компьютер компьютерными компьютерные компьютерные папки короче и вот мы видим здесь к сожалению к сожалению смартфоне вот я на смартфон же все еще ставил показываем эмуляторе отображается только память или только в память телефона можно зайти в на карту памяти если она у вас стоит не войдешь к сожалению вот это папки которые у меня так в эмуляторе как бы сказать файл файловой файловая эта система в эмуляторе у нас открылась бы то что в у нас андроиде памяти телефона давайте попробуем чего-нибудь открыть я загрузил для теста несколько картинок и музыки давайте музыку запустим у нас типа откроется музыкальный плеер как видите все работает это кстати песни из нового альбома все прекрасно работает давайте еще раз запустим и глянем на меню поподробнее организация управлять библиотеками но это все не работает и кстати вот на эмуляторе я что-то щелка у нас открывается закрывается сразу часто бывает на смартфоне такого вы не увидите включить повтор можно то что по два раза щелкается что-то с эмулятором так случайный случайно это воспроизведение хотя она тут абсолютно бесполезно ну и остановить на и настроить громкость вот так картинки картинки открываются без проблем это эта картинка gta 5 это эта картинка из мультика надо же все пиксели ощутить ну и вот тоже картинки из gta 5 так система c здесь у нас просто папки которые просто сгенерированы этим самым симулятором нажимая на если мы нажмем вот сюда вылезет синий экран синий экран смерти вот пожалуйста такая вот фигня и после этого автоматически начинается перезапуск системы давай давай начнем блин я опять в bios случайно зашел сохраняем настройки так ну чтобы вам снова не видеть этот долгий ну не сильно долгий но все же запуск давайте чик чик и так все загрузились мы повторно такая вот фигня мусорная корзина она здесь просто для красоты ничего не делает ну и давайте осмотрим меню пуск здесь у нас документы картинки музыка компьютерной контрольной панели программ по умолчанию помощи поддержка игр не хватает игры здесь лежат выключить можно нажать но так завершение работы должно написано на семерке тут что выключить то что ты щелкаешься ты не так давай давай щелк есть нормально чтобы щелкнуть надо ее как-то аккуратно щелкнуть вот так сменить пользователя выйти перезапуск это все работает у нас перезапуск если нажмем на реально будет перезагружаться фотоаппарат почему-то на эмуляторе он не сработал на телефоне он вроде как от включает камеру давайте проверим у меня он прямо сейчас открыть я не проверял фотоаппарат ну-ка где тут фотоаппарат я просто по-другому немного настроен он потом узнать почему нет это не то а вот блин я не туда нужен еще раз причем не работает а вот все заработал да он снимает видео на на эмуляторе я вам сейчас он условно посему должен как-то подключиться на вебку я так не смог ну и я бы не смог короче вам сейчас то продемонстрировать потому что у меня вебка сейчас работать на бандиками а вебка не может одновременно несколькими предложениями функционировать нажимая все программы мы видим приложение и игры которые установлены были на наш ног вообще или на android собственно себе он игры game майнеры почему-то не запускаются на эмуляторе на телефоне все запускается а так в основном вот angry birds если мы нажмем удержим можно нажать открыть отправить в дек топ или закрепить на панели задач вот мы закрепляем на панели задач она оказывается здесь можем убрать отправляем в дек топ я на попадать на рабочий стол перетащить его к сожалению нельзя можно нажать удалить он просто уберется с рабочего стола переименовать можно если мы нажмем нас перекинет просто в игру angry birds и мы попадаем и при выходе мы обратно попадаем сюда конечно же после перезапуска все это будет после перезапуска симулятора будет все сохраняться я тут нажал на иконку с интернетом нас перекинула сюда а почему 64 процента осталось то это же эмулятор тут все бесконечно должен быть можно поставить давайте теперь зайдем в более интересные контрольную панель здесь у нас находится настройки мышь первое дело во первых поскольку я на эмуляторе я убрал курсор поскольку тут будет показываться вот так вот курсор вот так вот можно его двигать но я его убрал про проще на самом деле просто тыкать и чтобы не мешался можно изменить вид курсора без проблем клавиатуры здесь у нас перед настройки самого устройства уже перекидывать некоторые настройки питания звуки звуки тоже вот пожалуйста но вот есть такие настройки как персонализация вот это нам нам больше всего интересно так здесь во первых это меняется что-то что-то на нет образилась нормально так вот windows classic у нас поставил суммите интерфейс даже сменился такие темы на семерке присутствует тоже вот вообще темная тема есть белая тема есть просто windows 7 нос она такая менее менее аэро так сказать есть вот есть еще вот такая это уже аэрос вот этим красивеньким интерфейсом land space пожалуйста нейчу но это не самое интересное самое интересное вот это windows и при нажатии сюда у нас меняется сам windows видите меняется не только внешность и иконки меняется сам интерфейс вообще вот как на windows 3 1 минут 95 пожалуйста вот вам windows 95 графика кстати вот в этом смартфоне минус 2000 пожалуйста windows xp вот это моя любимая она у меня в телефоне сейчас стоит и на windows xp вот поскольку такой интерфейс нажимаем все программы и тут опять вот видите щелкается по низку раз но у меня трудности были не сейчас отыскать фотоаппарат кстати здесь он почему-то появился у меня в рифоне его здесь не было во всех программах поэтому я там листовошадился он с какого-то раза щелкается надо как-то аккуратно щелкнуть чтобы она сработала на телефоне вообще без проблем все открывается а тут как странно висту можно поставить пожалуйста пожалуйста виста давайте восьмерку поставим вообще без проблем вин 81 windows 10 но и windows 11 еще есть давайте его тоже счет иконки windows 11 если мы не настроили они должны сюда в середину попасть но здесь они вот так выглядит вы давайте поставим на любимое это windows xp и вот кстати чтобы нам мы получаем запуск мы получаем выход мы перезапуск сейчас делаем выключение выглядит как реально на windows xp чтобы включение нам сделать таким же нам надо зайти вот сюда и будут взаим поменять вот на такую систему который нам нужен exit save changing мы еще не весь эмулятор с вами посмотрели симулятор это симулятор это эмулятором нельзя называть и вот уже экранчик пошел который нам нужен и интерфейс вон пожалуйста этот же и звук пожалуйста кстати вот этой иконки раньше здесь не было я ее сюда прикрепил нажав прикрепить панели задач короче здесь здесь есть свой собственный хром который иногда работает иногда не работает и в моем случае сейчас он не будет работать потому что не интернет но большинстве случаев он что-то вообще не хочет работать было как-то наполовину рабочие на какие-то сайты можно было заходить на youtube смог зайти но там не смог запустить видео ни одного при попытке что-то что-то там бить и не будет по напишите нет интернета но мы можем сыграть в эту игру в эту скрытую игру мы можем сыграть я думаю многим из вас она известна 1600 с чем-то у меня рекорд здесь был но так пожалуйста все программы хром из андроида из самого пожалуйста запускайте пользуйтесь что 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 у нас еще калькулятор есть что он тут не пригрузился его вот пожалуйста рабочий что еще есть paint вот такой вот paint самый что ни на есть рабочий пейнт можно поменять надо надо здесь тоже щелкать надо умудриться на эмуляторе андроида чтобы поменять размер по поменял так вот он рисуется пластик тоже он пожалуйста есть немного немного косячном работает но тем не менее можно чуть рисовать а сохранить можно ну-ка давайте попробуем титлит а если а если png почему не работает короче что-то нихрена она не сохраняет эмуляторе и далеко не все возможности в симуляторе недалеко все возможности программы по умолчанию чёт там помощь поддержка ну и игры давайте еще посмотрим здесь есть четыре игры сожалению вот только из тех что windows 7 есть майн свитер первую place и solitaire classic тетрис этого не было на семерке не знаю что откуда с какой системы он был взят также есть онлайн games которая которая доступна только при подключении к интернету я сейчас с андроиды смотрю назову эти игры амон газ basketball и джинс 2020 classic майнкрафт дудл крикет флэппи бёрд майкрофт сурвайвл пейпер а ее 2 в эндже а ее а ее тоже ну . ее зомб рояле и еще more games еще игр найти некоторые игры работают вас вас сразу же перекинет play market а некоторые игры работают прямо с симуляторы этого некоторые игры подгружаются с браузера ну и давайте проверим те игры которые нам доступны solid air пожалуйста как на windows 7 только без анимаций но тем не менее есть звуки хотя бы те же самые качество графики не очень никаких настроек стиля нету к сожалению но тем не менее косынка сама по себе рабочая торговал plays к сожалению вот это не работает работает вот это вот здесь пожалуйста можно играть тоже все это работает ну и вот эту тоже можно а это без интернета почему-то не работает немного странно есть этот сапер ночью он опять подключивает проиграли ну и classic тетрис я не знаю какую систему ночью вузе но он в общем здесь есть обычный тетрис такой вот ладно с этим симулятором windows а мы разобрались получил он он получился реально офигенный и он на первом месте у меня стоит давайте к следующему переходить выключаем чтобы выйти из приложения и приходим к следующему сейчас мне уже пришлось включить интернет что вообще зайти play market ну и для следующих нам в принципе не понадобится уже для следующих уже принципе там реклама никакой уже нет следующее это самая вообще популярная из симуляторов но у меня на втором месте она стоит симулятор windows 98 только 98 именно поэтому на втором месте но и но симулятор этот просто офиген вернемся в 1998 год чтобы почувствовать опыт windows 98 итак давайте посмотрим отзывы отзывы обалдеть какие положительные можно пожалуйста смотреть видео и давать ну давайте реально откроем уже посмотрим тоже на пол экран сделаем а нет на полный экран нам это не надо делать потому что сейчас поймете почему вот пожалуйста запустилась я сразу же увидим некоторые иконки здесь курсору так только двигать можно я не нашел настроек которые как-то это перенастраивают но в общем здесь симулятор будет неудобно потому что на на телефоне это делается вот так левая кнопка мыши это кнопка громкости плюс и минус это правая кнопка острел а курсор передвигается сенсору конечно же поэтому здесь будет немного сложно нажимать сразу же четыре игры нас встречают вот пожалуйста во первых паук абсолютно рабочий паук солитер косынка тоже рабочая салитер есть и сапер это реально прикольно есть paint который можно что-то рисовать по нам но мы нет нифига не сможем рисовать потому что это сенсором наделать на телефоне здесь нифига это будет неудобно курсор еще подвести себя я не сходи я не собирался ничего вообще-то сохранять вы чего надо было нажать на ну android apps это приложение самого андроида можно запускать их отсюда любое любое android dm это это папки которые отсюда же работают запускаются давайте тоже зайдем сюда они тут запускаются с редактора с этого так нам надо подвести курсор сюда и вот сюда чтобы дальше листать давайте для музыку запустим нет не сохраняем ничего как выглядит плеер вот так можно настроить громкость файл открыть закрыть смотреть короче настройки полноценные есть тут файловая система полноценная рабочая вполне калькулятор рабочий вору ворот по тысячу рабочий это командная строка но вот под блокнот тоже рабочий виду с медиаплеер мой документ мой компьютер короче все это работает есть также сук есть также свой браузер который на удивление очень даже работает я даже в аккаунт свой здесь зашел так яхты я сказал закрыть вот это не работает почему-то отсюда она работает через настройки а это инфобокс какие-то сообщения что ли вот это вот почему-то отсюда не работает она раб срабатывает через пуск где она тут была в сеттинг спамом она была вот она кастомизировать мой дек топ это выбрать выбрать фон рабочего стола apple и так блин надо курсор подвести вот пожалуйста меняется фон рабочего стола можно также взять свою картинку блин как это неудобно android d нам надо опять выбрать и зайти в какую-нибудь картинку apple и давайте выберем она не на весь экран конечно она так растягивается но тем не менее работает какие еще функции есть реально полноценные настройки народу русского языка к сожалению нет но абсолютно все работает ну и давайте теперь выйдем отсюда это тоже хорошая вины это тоже хороший симулятор винды рестарт можно но можно просто что-то да она переходим дальше ну а следующее на третьем месте у нас будет windows 11 real simulator короче говоря отзывы у него 34 картинки в принципе довольно неплохие это круто все функции есть но версия очень сырая не могу запустить поставил две звезды за скриншоты но давайте в общем-то говоря откроем давайте тоже сделаем на полный экран здесь это уже можно без проблем на полный кран составить вот пожалуйста запустилась у нас винда и какого загрузочного экрана и правда не увидел может только это можно включить но и не знаю вот иконки прям тут середине новости что ли здесь папки папки которые тоже есть тут есть моих тут есть папки с с устройства самого что-то я их не вижу да лодз может она глючит конечно но что-то я их не вижу байми и кофе кофе можно ввести свое имя заплатить 5 долларов а тут еще и номер к причем номер реальной карты потребует поэтому давайте отсюда выходить только вот как выйти с я не я не в курсе честно говоря как выходить с каких-то программ на этом симуляторе я не знаю лицевых приходится выходить из самой симуляторы а вот загрузочник он пошел отлично почему-то перед прошлый раз его не было есть поисковики с настройки bluetooth девайс короче куча разных настроек есть store браузер этот браузер не рабочий я пытался почему-то сюда перекидывает на видео о видео работ стали как ни странно google эти введем чего-нибудь максим от за а нет этот браузер на удивление очень даже работает я хрен закрою эту этот браузер потому что тут мешается сверху интерфейс надо закрыть как-то вот так вот его как как он тут закрывается не как только на крестик на их печально ну как он закрывается опять выходить придется но интерфейс верх не мешает он давайте выйдем перезапустим еще раз блин длинный выпуск получается я думал будет не так долго есть корзина файл explorer есть магазинчик так называемый и давайте что-нибудь отсюда попробуем скачать майнкрафт не работает игры четки хотят работать 2 4 почему-то звезды давайте попробуем скачать вот он скачался и загрузился прям сюда обалдеть и причем он еще и рабочий обалдеть есть пути он работает хуже что работы но в общем такой вот симулятор тоже довольно таки интересно с интернетом планы переходим дальше на следующие называется gpc sim gpc sim странное название конечно пока windows симулятор оценки у него 39 вот такие вот у нас отзывы давайте запустим манее честно говоря не очень-то он понравился во первых долго загружается ну и выбираем здесь у нас настройки есть или нет интернета я не знаю за что отвечает замок это выключает есть ли нет звука здесь тоже какие-то что-то там с диском связаны ну и facebook поддержать его ну и также выбер можно выбрать windows windows 1 1985 года windows 2 1987 года windows 3 1 тысячи девятьсот девяносто второго года windows 95 тысячи девяносто четвертого года windows 98 а нет windows 95 тысячи девятьсот девяносто пятого года я там не она плюс версию посмотрел она тысячи девятьсот девяносто четвертом выходила но и иду 98 тысячи девятьсот девяносто восьмого года соответственно windows 2002 тысячного года windows me что-то я в википедии такого не вижу windows xp 2001 года windows веса 2006 года конечно же windows 7 2009 года windows 8 2012 года и windows windows 8 1 какого 2013 но и windows 10 2015 давайте давайте какие-нибудь две запустим почему-то первую и второе у меня не получилось открыть там почему-то консольная команда открылась и ничего там нифига не сработал давайте windows windows xp давайте откроем после этого идет загрузочка которую мы немного наверное промотаем все пошла загрузочка windows xp и минус жирный этого симулятора в том что здесь графика довольно таки отвратительно выглядит не очень красиво и вот как им пользоваться во первых либо вот такой способ вот вот по такому сенсору двигать курсор это не очень то удобно совсем вот здесь открывается здесь разные программы если мы попытаемся нажать на что-нибудь из них вылезет синий экран смерти а нет это по-моему не здесь было это не в этом симуляторе было здесь то вроде бы работать здесь все работает смотрите далеко не все приложения но работает защелка если ты есть еще такой способ просто клик но что-то курсор далеко не всегда кликается туда куда надо как вот как а вот все закрылось старт windows media player вот типов установка идет all programs вот она не работает а нет работает погодить ну короче как видите неплохой давайте в интернет зайдем еще вот он не рабочий вот интернет здесь не рабочий так давайте теперь ну и давайте в общем-то говоря вот еще клавиатура такая есть давайте передавайте теперь какую-нибудь другую систему включим с этой мы разобрались блин надо включить еще три же насчет синего экрана я ошибся это в другом симуляторе было который позже посмотрим я выбрал десятку пошла загрузочка да неудобные в использовании он совершенно здесь уже отчета ничего не открывается вообще ничего совершенно не вот это не то power но это сразу же просто берет выключает ладно ну так себе симулятор давин 77 муда очень далеко она идем дальше на пятом месте вин 10 симулятор него 4 ровно давайте ну кстати немало отзывов на одну звезду давайте проверим тут уже написано в 10 рекламу вот так вот она короче запускается загрузочка графика также не очень если честно разрешение тут недалеко не самое высокое вот так надо поднять ее здесь я тут когда первый раз открывал там пришлось делать тоже типа установку типа установка windows шла и также просили задать им никакой пароли естественно я сюда не стал вводить тот пароль который мне стоит на реальном аккаунте в ютубе в гугле здесь у меня больше лишь просто 6 шестерок блин надо тоже подвести курсор сюда ну и вот открывается у нас можно также вводить что-то искать как только вот это убрать теперь а надо просто курсор подвести как закрыть эту фигню и только вот я не понимаю она не скрывается о все наконец-то закрылась открываем браузер проверяем его честно говоря даже не помню работает он или нет ага браузер работает смотрите-ка браузер рабочий это прикольно а я вспомнил я вспомнил вот этот браузер у нас сначала здесь будет стоять а этот не рабочий этот браузер не рабочий я пытался как где курсор то я не вижу его что не работает ну вот короче здесь есть магазинчик блин тормозит но вот еще минус 3 программы она тормозит локальный диск c здесь сажению нету этих файлов с нашего андроида мы не попадем в них ну-ка закрой сигнал есть магазинчик магазинчик приложений мы его открываем и я там нашел вот этот google chrome вот просто сюда нажал и там была короче кнопка загрузить вот здесь на месте галочки я загрузил загрузил она появилась здесь открыл и работает почему этот не работает не знаю довольно таки интересно но в остальном делать в этом симуляторе особо нечего есть paint который так вот рисует точками вот так размер шрифта не выбирается кисти не выбираются фигуры что-то не выбираются тоже можно выбрать только цвет этот цвет этот не будет отображаться вот в этом окне такой вот симулятор десятки нажимаем сюда как выйти и выключаем компьютер нажимаем перезагрузкой сон кстати здесь также работа идем дальше на шестом месте стоит эмулятор винны к спи 2019 используюсь windows xp как старые времена 34 оценки у него много рекламы говорят ну давайте посмотрим ждем когда загрузка такая вот пройдет немного к сади страны у него иконка что это за баран и так вот вот где вот можно нажать и если не знаю зачем это все more games это другие игрят и два автора чтобы перейти windows нам надо нажать на этот компьютер после этого идет загрузочка загрузка windows xp на экран запуска тут какой-то совершенно не такой как на оригинале windows и цепи потому что вот он запускался немного не так но и дальше долго продолжать потому тоже чик-чик они одни никакой не чик-чик быстро загрузилась причем то после каждого запуска рандомный фон появляется короче такие вот иконки здесь на рабочем столе их можно перемещать вообще в любое место куда захочешь некоторые работают некоторые не работают браузер 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 это первый раз в чипом запускаю у меня такое чувство что этот браузер нифига не работает давайте его закроем если мы нажмем сюда у нас вылезет синий экран смерти это наверное его демонстрация здесь у нас локальные диски ни один из них не работает а если мы нажмем какой-то из них вылезет синий экран смерти папки тоже здесь здесь у нас типа и косынка но никакой игры здесь нет мы просто видим анимацию выигрыша такая как раз таки это анимация выигрыша была на виду с xp сапер также мы видим анимацию игру сапер еще пинбол который уже был на видос xp я в него кстати играл плеер но ничего тут нельзя включить и и вот здесь уже вот этот меню открывается при нажатии на какую-нибудь из этих иконок от вылезет синий экран смерти и система будет автоматически перезагружаться больше здесь сделать абсолютно нечего можно нажать вот сюда и и чтобы мы не нажали эмулятор вы отключите симулятор нас перекинет обратно сюда ну шо ж и по in давайте последнее посмотрим и на последнем месте у нас стоит win xp симулятор с вот таким вот значком путешествие обратно в 2001 год и испытать каково это иметь ввиду с xp короче много отзывов на одну звезду судя по картинкам можно зайти куда-то сюда и щелкнуть что-то антивирус но что-то у меня не получилось давайте нажимаем играть мэйди юнити после нажатия на кнопку окей мы видим как будто наш компьютер заражен непонятным вирусом выскакивают ошибки с надписью как тут и лейт систем 32 и это не и это фигня не вообще не останавливается как ее остановить я не в курсе можно конечно закрывать нам не сильно будут свое при нажатии сюда у нас вылезет одна одна фигня и потом куда бы мы не нажали вылезет лазить синий экран смерти никакого антивируса я здесь не нашел больше делать абсолютно здесь нечего есть настройки а обыгрыд может что-то может быть настройки есть давайте проверим что это такое а это это короче выбор то какая у нас ошибка будет вылезать и сколько и через какой период она будет выскакивать куда бы но если мы нажмем окей вылезет экран смерти короче как это это какая-то фигня не симулятор если честно скучно не интересно такие вот симуляторы windows а у нас сегодня были самые лучшие как по мне это вот это на первом месте и вот это ну шо ж надеюсь вам понравилось на сегодня все и кстати представьте вот себе вот у меня вот он вот у меня отец прошлом году по он покупал себе планшет и купил к нему клавиатуру и мышь подключая ее получилось за практически как ноутбук и вот было бы наверное интересно на такой созданный ноутбук поставить вот такую вот винду или вот такую наверное все-таки лучше такую потому что здесь будет попроще намного делать это все будет интересно получится и целый полноценный ноутбук на виндовсе практически но на сегодня все с высокос подпишу за смене эпичный видос и не думал что выпуск будет таким длинным думал будет быстрее подписывайтесь на вас тиреевский канал спать в группу вконтакте всем пока подписывайтесь на мой канал и Продолжение следует...